Представьте, что в вашем распоряжении лаборатория крутых идей, где вы можете работать днями и ночами, создавая крутые штуки, которые изменят мир. И что бы вы думали, такая лаборатория на самом деле существовала. И именно там была придумана и создана одна из самых полезных вещей на планете. А когда и кем был создан скотч? Давайте разберемся. Во-первых, проясним, что скотч, что означает шотландский, произошел не в Шотландии и был придуман не шотландцами. Это случайное название, которое появилось от автослесаря. Итак, в 1923 году Ричард Дрю, в то время он был музыкантом на Бонжо, устраивается на работу в компанию, которая делает наждачную бумагу. В компанию Миннесота Манинг Энн Мануфакчури. Сейчас у него более простое название, она называется 3М. Ричард работал там техником. Ему поручили работу с наждачной бумагой, а также создание новых идей. Однажды он приехал в автомастерскую и заметил, что техники, которые пытались окрасить кузов автомобиля, не слишком качественно справлялись с этой задачей. Краска не ложилась равномерно в тех местах, в которые прикладывалась бумага. И Ричард сказал ребятам из мастерской, что обязательно что-нибудь придумаем. Итак, в 1925 году Дрю приносит в мастерскую клейкую ленту. Шириной 5 сантиметров с пластырем на каждом краю. По центру, как вы понимаете, ничего липкого не было. Опробовав эту ленту в покрасочной, тресарь заметил, что ее центр скукожился. После чего техник отдал ленту Ричарду со словами «Передайте своим шотландским боссам, что ваша шотландская лента – полная дно». Итак, слово «шотландский» или же «скотч» навсегда прижилось к названию клейкой ленты. Пять лет Ричард Дрю дорабатывал свое изобретение. Первый скотч был сделан из каучука, смол и масел, нанесенных на кусок целлофана, что позволяло ему в первую очередь быть влагоустойчивым, а во вторую быть устойчивым к воздействию различных температур. Первое предназначение такого скотча, что бы вы думали, а? Заворачивание пищи в оберточную бумагу. Но полет человеческой фантазии пошел намного дальше. В период Великой депрессии люди придумывали огромное количество применений скотчу, которых даже не сосчитать. Заклеивались порванные страницы документов, заклеивались треснувшие яйца, курицам чинили сломанные лапы с помощью скотча. Далее скотч начал приобретать огромное количество подвидов, их было более 900. А в 1932 году Джон Борден, менеджер по продажам компании 3М, придумал крутой аксессуар для клейкой ленты. Он сделал механизм с ручкой, который позволял разрезать скотч на куски, которые вам и необходимы. Так появилось крепление для скотча, чтобы упаковывать коробки. Что можно делать из скотча? Показать фокус шариком, кошелек, залепить розетки, чтобы туда не лазили дети, даже заглушить свою жертву, если получится. Всегда хотел попробовать. Спасите, помогите! Собирать мелкие детали, сделать катышко-собиратель, прилепив скотч липкой стороной наружу, починить шнурок, даже спрятать ценные вещи. Хрень, кто найдет. Вот интересно, может ли скотч поднять целую машину? Да, этот эксперимент проводили в программе «Разрушитель легенд». И вполне успешно. А теперь самая интересная новость. Вы знали, что скотч может излучать рентгеновские лучи? Я тоже не знал, поэтому самое время об этом рассказать. Это явление называется трибалюминесценция. Хорошо, что я в детстве скороговорки учил. В 1953 году Парис Владимирович Дерягин и группа советских ученых провели следующий эксперимент. Они запихнули скотч в вакуум и решили его поддирать. При разрушении кристаллических тел во время этого явления происходило свечение. Да не просто какое-то там свечение, а самое настоящее рентгеновское мать его. Но не стоит после этого бояться обычного скотча. При нашем атмосферном давлении электроны не могут разогнаться настолько сильно. Это возможно либо в космосе, либо в вакууме. А вряд ли у вас дома вакуумная камера есть. У меня дома есть много видов скотча. Все находятся даже в отдельной коробке. Скотч-мутант это как обычный скотч, только он немного толще, поэтому я его так и назвал. Липучка. Очень удобная многоразовая штука. Ну и изолента тут все и так понятно. Фум-лента это не совсем скотч, но тоже штука полезная. Канцелярский скотч, но он есть почти у всех. Скотч под металл тоже иногда пригождается. Малярный скотч. Этот вообще супер помощник. Классический широкий полиэтиленовый скотч. Армированный скотч также на все времена. Ну и тканевый. Достаточно липкий, прочный и элегантный. И за каждой такой вещью стоит интересная история. Если вам нравится такой формат, и вы хотели бы еще узнать о чем-либо в моих выпусках, напишите об этом внизу в комментариях и долбаните под кнопки лайка внизу под данным видео. Кстати говоря, если вам интересно, как я создаю весь свой контент и интересно научиться создавать контент на YouTube, вступайте в мой телеграм-канал. Там выходит много интересной информации, которые я делюсь бесплатно, чтобы все, кому интересно создавать креативные видео на YouTube, могли это делать. Итак, дамы и господа, это был экспериментальный документальный выпуск про скотч. Теперь вы знаете немного больше о штуке, которая есть практически в каждом доме. Так где ты, блин? О, вы все еще тут, да? Такой выпуск уже закончен. Как эту хрень отодрать?